Привет, с вами Чахонец. Как и обещал, сегодня поговорим о другом дополнении Анг Пансион. В его состав ушли 5 новых богов. Начнем с богом Хорус или Гор по-русски. В начале каждого конфликта он берет оба жетона глаза и помещает их в двух регионах. Когда бой будет проходить в регионе, где находится жетон глаза, Гор называют карту боя, кроме цикла Маат, который никто, даже он сам не может сыграть. В этом Гор немножко похож на ОМОНа, но за Гор играть сложнее. Он явно для новичков требуется хорошее знание игры. Не только догадываться, какую карту боя хотели бы сыграть соперники, но также выбрать нужный регион. Так как жетонов только 2, а ближе к концу игры выбор сделать будет сложнее. Как и в случае с ОМОНом, так и с Гором, игрокам надо считаться с неожиданными решениями, которые будут приводить к блокированию карты боя. Если оба бога в игре, тогда тем более будет сложнее. В целом мне понравилось играть за Гора интереснее даже, чем за ОМОНа. Далее у нас Хадхор. Когда жертвует последователей, она может дополнительно пожертвовать одного последователя. Если Хадхор это делает, то может выставить одну фигуру рядом со своим монументом или со своей фигурой. Ну, ее свойство в чем-то похоже на свойство Азериса, но еще круче, по-моему. По сути, Хадхор особенно не надо тратиться на действие выставить фигуру. К тому же, другим надо считаться с тем, что когда игрок Хадхора сыграл карту на шествии саранчи или построить монумент, он также может выставить фигуру во время боя пожертвовав одного последователя. Вот такой неожиданный нежданчик для других. В Хадхор, в принципе, такой довольно примилейный бог, но эффект, по-моему, очень сильный. Могла бы быть кандидатом для базовой коробки. Далее у нас бог Сет. Во время конфликта воины-стражи соперников, которые находятся рядом с Сетом, считаются фигурами Сета, а не их владельцев. В чем-то похож на анобисы из базовой игры. В сравнении с ним свойство Сета показалось даже более простым, хотя в правилах Сету посвящена целая страница, что делать в разных спорных ситуациях. Эти оба бога могут быть сильными, но только в одном регионе. Ну, в редких случаях и больше, конечно, например, если контролировать АП по воде. Поэтому надо как можно быстрее разблокировать способность Анха второго уровня, который позволяет передвигаться к обелискам. Далее у нас идет бог Тод. В каждом бою, где Тод участвует, после того, как игроки выбрали карты, но не открыли их, Тод может взять одного последователя из резерва и положить на эти весы, и попытаться угадать карту, которую выбрал один из участников боя. Если он не угадал, то он отдает все жетоны последователей, которые находятся на весах, этому игроку. А в конце конфликта Тод может обменять одного последователя, который находится на весах, на одну преданность. Но очень отдаленно можно сравнить с богом Ра, который тоже может дополнительно получить преданность. Но в случае Тод, это требует хорошего знания карт и психологии поведения других соперников, а также свойств их богов. В целом, я думаю, что за Тод играть сложнее и всех богов явно. Он не бог для первой партии. Но это тоже сложняет жизнь соперников. Тод, нужно ли играть очевидную карту или что-то другое. Кстати, Тод может тоже отказаться от угадывания, если что. Понятно, почему Тод-то нет у базовой игры. Я бы его вообще оставил в коробке Ребница Чудес вместо Собака или Птаха. Последняя богиня Бастет. После подготовки к игре и после каждого конфликта, Бастет ставит все три своей кошки на гексах монументов в трех разных регионах. Во время боя, который проходит в регион, где находится одна из этих кошек, после открытия сыгранной карты, может показать силу кошки. То есть, там есть наклейка под этой фигурой кошки. И может добавить силу. Соперники могут во время своего ухода посмотреть, какая сила у кошки. Но есть условия. Фигура соперника должна находиться рядом с этой кошкой. И тогда соперник может отдать обратно кошку, хозяину, то есть Бастету. Если соперник наткнулся на кошку со знаком звездочки, тогда это как своеобразная мина взрывается. Его фигура, которая находится рядом, уничтожается. А игрок Бастеты заново переставляет все три кошки на игровом поле. Как и в случае с Тотом, на Забастет играть весело. Вот такие майнгеймс, которые имеют место быть. Чтобы вы знали, у кошек есть следующие символы. Плюс три силы, плюс одна сила и звездочка. Вы бы могли угадать, какие символы под этими кошками. Но я даю некоторое время на размышления. И потом покажу, что под кошками. Поздравляю тех, кто угадал. А так, если серьезно, что делать с соперником? Конечно, можно рисковать попытаться угадать, что под одной кошкой. Послав своего воина. Или даже потратить ход, чтобы послать своего бога. Тогда точно его невозможно убить. Плюс три или даже плюс один в этой игре может иметь большое значение. Так что Бастет очень интересная богиня. Подытоживая, можно сказать, почему эта пятерка пошла вторым эшелоном. Конечно, она рассчитана на игроков с опытом, с более тонким пониманием игры. Исключением, может быть, составляет богиня Хадхор. Я бы видел ее вместо бога Ра. Но бог Ра куда более известный. Да и свойства Хадхора похожи на свойства Зериса. Поэтому лучше не дублировать таких богов. Даже бог Сет показался не таким простым в исполнении. Вот как заставить соперников оставить свои фигуры рядом со Сетом или оказаться там. Тут игроку, играющего за Сета, надо быть довольно находчивым, чтобы свойства Сета работало эффективно. Конечно, получить плюс одну силу, это не трудно, но хотелось бы больше. Горь и особенно тот должны иметь опыт в ведении боев. Понимается, как каждая карта боя может быть сыграна, когда кто-то глифует. А Бастет должна уметь глифовать, если что, при расставлении своих кошек. Это дофлонение, по ощущениям, мне сразу напомнило другие игры Эрик и Лайнга. Это, например, хаос в Древнем мире или Восходящее Солнце. Именно в плане подхода каждого бога, когда хочется попробовать и те боги, которые, на первый взгляд, кажутся не такими сильными, и попытаться выиграть именно с ними. Не с корном, а, например, слоныш или рогатой крысой. Как и в случаях с хаосом в Древнем мире или Восходящим Солнцем, примиренные боги сначала кажутся сильнее, но со временем ты понимаешь, что можно эффективно играть и не с такими простыми богами. У кого похожие ощущения, должны задумываться также приобретением этого дополнения. Думаю, где-то после десятой партии базовой игры вы захотите новые ощущения. Коробка, правда, стоит где-то 60 долларов. Тогда, если не хочется приобретать, можно сделать только планшеты этих пять новых богов и играть с фигурками базовой игры. Еще остались два бога из кикстартовской коробки. О них я расскажу в следующем видео. На этом все. Спасибо, как всегда, за просмотр. Увидимся в следующий раз.